В этом видео мы продолжим фундаментальный анализ секторов, которые могут выиграть от американских госпроектов по развитию инфраструктуры. Применим мою авторскую методику фундаментального анализа отрасли, которая позволяет на основе всем доступных данных сравнить компании по множеству показателей, мультипликаторам стоимости, темпам исторического роста и прогнозам на будущее и выбрать самые фундаментально сильные компании для инвестирования. Мы продолжим наш марафон с анализом более 100 инфраструктурных акций. В первой части этого видео на прошлой неделе мы рассмотрели около 40 акций сектора базовых материалов, а в сегодняшнем видео мы рассмотрим все прочие и выберем лучшие компании из секторов машиностроения, строительства, железнодорожных перевозок и прочих отраслей, которые могут выиграть от новых американских инфраструктурных инициатив. И в итоге у нас получится список примерно из десятка самых качественных компаний для инвестирования на данный момент. Привет, будущие миллионеры! С вами Анна на канале Инвестум. На прошлой неделе мы начали разбор циклических акций, которые хорошо растут на данный момент на волне новых законопроектов Джо Байдена по развитию инфраструктуры. Обложка этого видео и ссылка сейчас на экране. Если еще не видели, загляните. Я там подробно объясняю суть моей авторской методики анализа отрасли, привожу все формулы для каждого из сравнительных параметров, рассказываю и показываю, как я начисляю рейтинги и все такое. В том первом видео мы составили рейтинг компаний из сектора материалов. Производители стали, меди, других промышленных металлов, строительных материалов, песка, цемента и тому подобное, подсчитанные двумя разными способами по двум системам и выбрали группу топовых компаний для дальнейшего рассмотрения. Вот у нас получился такой результат. В рейтинге пока что лидирует бразильская металлургическая компания Vail, добычник железной руды, с рейтингом в 100%. Его британский конкурент Rio Tinto с рейтингом чуть похуже, 85%. Люксембургский производитель стали Ternium. Из производителей строительных материалов самыми сильными компаниями с точки зрения фундаментального анализа оказались Martin Marietta, Summit Materials и MDU Resources, с рейтингом в 80-85%. Из производителей меди вот эта вот компания Freeport McMoran. А теперь переходим к следующим отраслям. Вторая часть марлезонского балета! Итак, начнем с сектора машиностроения. В рамках этой отрасли я выбрала компанию из двух групп. Special Industrial Machinery, то есть специальное промышленное оборудование. Здесь у меня попало 33 компаний. А также Farm and Heavy Construction Machinery, то есть оборудование для сельского хозяйства и строительства. В этом списке вы можете увидеть ряд достаточно крупных, хорошо известных компаний. Например, вот Cummings, Deere, компания хорошо известная по своему сельскохозяйственному оборудованию, тракторам, комбайнам, тому подобное, Caterpillar, ну и тому подобные организации. Как и в прошлый раз, я собрала ряд показателей, ряд данных по всем этим компаниям и проанализировала их по своей методике. Итак, что у меня получилось? Как обычно, все компании я маркировала цветом. Зеленые значения получали компании с лучшими показателями, красные – худшими. Вот, например, значения дивидендов. Мы можем видеть, что достаточно приличные для компаний данные группы дивиденды платят, например, компания Cummings чуть больше 2%, потом около 3% 3M, компания тоже хорошо известная, тоже 2% корпорация Eaton, 2,5% ABB, ну и тому подобное. Некоторые компании дивидендов не платят вообще, они показаны красным, либо платят очень маленькие дивиденды. Для кого-то это может быть принципиально. Но, в принципе, я бы ни одну компанию из этой группы не отнесла к высокодивидендам. Я бы сказала, что здесь дивиденды – это скорее бонус, нежели основной источник дохода и прибыли инвесторов. Дальше. На следующей стадии, как обычно, я анализировала стоимость компаний. Как я это делаю? Напомню. Давайте посмотрим на мультипликатор P на E – соотношение цены к прибыли компании. Выделяем все компании из нашего списка. Вот у нас здесь получилось 50 компаний примерно. Сортируем их по колонке K, показывающей мультипликатор P на E. От самого лучшего показателя к самому худшему. Самый лучший показатель здесь будет маленькое значение P на E. Вот мы видим, что они у нас отсортировались. Вверху получились такие зеленые индикаторы. А чем ниже мы продвигаемся вниз по нашей таблице, тем хуже становятся эти значения. Постепенно мы доходим до компании с каким-то безумным значением P на E. И, соответственно, мы начисляли ранги каждой из этих компаний. Чем выше компания находится в рейтинге, тем лучше она получает ранг по данному мультипликатору. Такой процесс повторялся по абсолютно каждому мультипликатору. Были начислены рейтинги по каждому из этих значений. В предыдущем видео я приводила формулы и описание, что означает каждый из этих мультипликаторов стоимости. Если вы с ними не знакомы, загляните в предыдущее видео. В итоге я посчитала совокупный ранг для каждой из этих компаний. То есть просто сумма всех этих индивидуальных рангов по каждому из наших индикаторов. Если сейчас мы отсортируем все наши бумаги по колонке W, то есть по стоимости акций, мы увидим, какая из компаний оказывается самой выгодной с точки зрения стоимоосного инвестирования. Показатели стоимости для какой компании сейчас самые оптимальные. Колонка W от самого большого рейтинга к самому низкому. Вот они отсортировались, и мы можем видеть, что вверху рейтинга у нас оказываются три компании. Ашкош, Пакар и Акка, корпорации Акка. Все три компании занимаются производством тяжелого строительного оборудования и оборудования для сельского хозяйства. Идем дальше. Передвигаемся к следующей группе индикаторов. Темпом роста, выручки и прибыли. В рамках данной группы показателей я рассматриваю значение роста прибыли на акции в текущем году, в следующем году, предыдущие пять лет и прогнозы на следующие пять лет, а также темпы роста выручки предыдущие пять лет. Аналогичным образом были начислены рейтинги. По некоторым компаниям данных нет, она не получает никаких рейтингов. Аналогичным образом мы рассчитали итоговые ранги компаний, то есть сумма индивидуальных рейтингов по темпам роста. И если сейчас мы отсортируем все наши компании по темпам исторического роста, то есть по вот этой колонке, мы увидим, какая из компаний показывала хороший рост в прошлом. Давайте это сделаем. Колонка AG. Вот она также от самого большого значения к самому маленькому. Вот мы видим, что компании опять же выстроились по порядку. Вот эта колонка, которая нам нужна. И как видим, что самыми быстрыми темпами роста отличалась компания Columbus McKinnon Corporation. И также в топах оказались компании Ashkosh, которая у нас уже фигурировала, Raven Industries и Deere. Deere знаменитая компания. Вот она достаточно неплохо росла в прошлом. Следующая группа показателей, которые обязательно нужно проанализировать, показатели маржинальности, то есть сколько прибыли зарабатывает компания. В рамках этой группы индикаторов я рассматриваю значения рентабельности, активов собственного капитала и инвестиций, а также значения маржинальности. Валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль. Точно так же начислены рейтинги компаний проранжированы. Давайте отсортируем по колонке маржинальность и посмотрим, какие компании у нас оказались в лидерах. Колонка AT. Значение маржинальности. Самые прибыльные компании, как вы видите, здесь оказывается в топах компания 3M. Тоже достаточно известная компания, традиционная, хорошо всем знакомая. На втором месте Illinois Toolworks. И дальше 5 компаний, которые лично я не знаю, я не знакома с ними. На последних местах по маржинальности также оказались достаточно малоизвестные компании. Мне эти названия ни о чем не говорят, не знаю, как вам. Следующая группа индикаторов – финансовая устойчивость. В рамках данной группы я рассматривала 4 показателя. 2 показателя ликвидности и 2 значения долговой нагрузки. Точно так же были начислены индивидуальные ранги и подсчитан совокупный ранг. Итак, что у нас получилось, кто в топах? Давайте посмотрим по финансовой устойчивости. Колонка BC сортируем по данному показателю. Вверху оказалась компания GenCore, Goldman Trap, Hydrofarm Holdings какая-то, даже не знаю, что это такое. А внизу среди лузеров оказались достаточно известные компании, как ни странно, 3M и Caterpillar. То есть, в принципе, компании, которые нам многим нравятся, я думаю, что у многих они есть в портфеле. Давайте посмотрим, что с ними не так. В принципе, я бы не сказала, что у них какие-то серьезные глобальные проблемы. Current Ratio, Quick Ratio – показатели ликвидности более-менее приемлемые. По возможности Current Ratio должен находиться в диапазоне от 1-2. У обоих оно, в принципе, соответствует. Значения Quick Ratio также превышают единицу. То есть, особых проблем тут кардинальных нет. Долги немножко высоковатые по отношению к собственному капиталу. По сравнению с другими компаниями отрасли. Я бы не сказала, что это какие-то прям серьезные проблемы, но, тем не менее, остальные компании имеют лучшее значение, более качественные показатели финансовой устойчивости. И далее я рассчитала суммарный ранг каждой из компаний. То есть, в принципе, это просто-напросто сумма всех предыдущих рангов. Вот вы видите формулы. Если мы их выстроим по итоговому рангу, то есть, по совокупности всех параметров фундаментального анализа, мы в топах получим, давайте посмотрим, колонка BD от вот этих вот компаний. На первом месте оказывается компания AshKosh, на втором по Car, потом Cummins, ну и так далее. Deere компания, которую, я думаю, многие хотели рассмотреть, вот оказывается на 11 месте в рамках данного подхода, данной системы анализа. Компания 3M чуть-чуть похуже, она примерно в серединке находится. Caterpillar, в принципе, не очень высоко по сравнению с другими компаниями отрасли. То есть, у нее слабоватое значение. Помимо данного рейтинга, я также проводила ранжирование по другой системе. О сути этой системы я рассказывала в предыдущий раз. И если сейчас мы проранжируем эти наши компании по второму рейтингу, то есть, по колонке BK, давайте мы это сейчас сделаем. Что у нас получится? Добавим дополнительно еще один уровень. Что у нас получилось? Топовая компания с рейтингом 85% – это компания по Car. Дальше у нас есть группа компаний с рейтингом 80%. Некоторые из них имеют больше совокупный рейтинг, некоторые чуть поменьше. И Deere у нас получается на седьмом месте. Данная система ранжирования, второй мой подход, где я рассчитываю рейтинг в процентах, чуть-чуть, мне кажется, более наглядный. Здесь я ранги начисляю от 1 до 5. 5 – лучший, самый высокий рейтинг, 1 – похуже. Здесь мы можем видеть в рамках этой системы, где компания сильна и где ее слабые стороны. Вот, например, компания AshKosh, которая попала в итоге на второе место, немножко похуже по сравнению с остальными по рангу 3, то есть по значению маржинальности. Если мы откроем сейчас эту таблицу, мы можем увидеть, где она проиграла. У нее не очень высокое значение валовой маржи. Вот вы можете видеть, в чем проблема, почему она немножко потеряла в рейтинге. Другие компании имеют более высокую маржинальность. У AshKosh 16%, у других компаний 20-30% и выше. Почему пострадал, например, Deere? Вот тоже мы в рамках этой системы можем видеть, что у него слабое значение по рангу 4, то есть по показателям финансовой устойчивости. Это достаточно значимый показатель. Давайте посмотрим, что здесь не так. Показатели ликвидности, Current и Quick Ratio, нормальные, приличные. Однако у Deere достаточно заметная долговая нагрузка. Соотношение долгосрочного долга к собственному капиталу больше 2, то есть долг более чем в 2 раза превышает собственный капитал. Это серьезная нагрузка. Обычно я предпочитаю выбирать компании, у которых долговая нагрузка – показатель не превышает 0,6-0,7. Дальше это уже надо смотреть. Соотношение общего долга к собственному капиталу тоже достаточно высокое. И именно эти значения являются причиной, почему Deere, например, приучил меньший рейтинг по совокупности своих фундаментальных показателей. Вот эта табличка также может быть удобна для подбора акций в разные портфели. Например, если вам принципиален рост, это наш второй рейтинг, вы можете выбирать компании, которые имеют пятерки по данному рангу. Если вы сторонник стоимостного инвестирования, то есть вам более важно, чтобы компания стоила недорого, выбирайте компании с пятерками в первом ранге. Вот я могу вам пролистать сейчас всю эту табличку, чтобы вы видели, где у нас что находится. Серым выделены компании, по которым недостаточно данных, и которые я выбрасываю из анализа, потому что я не могу их анализировать. У меня нет информации по некоторым достаточно значимым показателям. Вот вы можете видеть Гидрофарм и CNH Industrial. Я их выбросила, потому что у меня недостаточно данных. Я не хочу покупать компанию, не хочу даже включать свой портфель, если я не знаю, что там в ней творится. Напоминаю, что вся эта табличка полностью со всеми результатами анализа у меня выложена в Patreon. Это платный сервис по ежемесячной подписке. Если вас это интересует, ссылочка сейчас находится на экране. Если хотите, зайдите и скачайте. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих патронов, которые подписаны на мой Patreon, которые донатят меня, спонсируют и придают мне стимула выкладывать эти данные в общий доступ. Потому что подготовка таких таблиц требует времени и усилий. Для себя это я могу сделать очень быстро. А так у меня появляется хоть какой-то стимул делиться моими изысканиями с другими инвесторами. Дальше. Что обозначает маркировка цветом вот здесь в первой части таблицы? Желтым выделены компании, которые я нашла в разных статьях аналитических, которые рекомендовали другие аналитики, что они могут быть перспективными. Вот я их здесь отдельно выделила. Эта компания достаточно известна. Салатовым вот этим ярким цветом выделены компании, которые получили рейтинг в 70% и больше в рамках моей второй системы подсчета. Вот этим зеленым цветом выделены компании, которые получили максимальный рейтинг по суммарному рангу. И вот таким вот коралловым цветом выделены самые топовые 7 компаний, которые перейдут на следующий уровень анализа, который мы рассмотрим здесь в комбинированном списке лучших инфраструктурных акций. Дальше. Это мы рассмотрели сектор машиностроения. Идем в прочие компании. На следующей стадии я рассматривала компании из еще ряда секторов. Например, инжиниринг и строительство. В этот список попали непосредственно строительные компании, а также всевозможные архитектурные бюро и тому подобное. Железные дороги. Компании, занимающиеся железнодорожными перевозками. Вот, например, Union Pacific часто рекомендовали всевозможные аналитики, как одну из перспективных компаний. Я решила не останавливаться только на Union Pacific, а посмотреть и на прочие железные дороги тоже. И выбрать из них какую-то одну лучшую. Также ряд других компаний. Сюда попала, например, интересная компания United Rentals. Это компания, которая сдает оборудование строительное и прочее оборудование в аренду. Чтобы вы понимали, зачастую компании, которые занимаются строительством, делают какой-то проект, не всегда покупают нужное оборудование. Вот, например, лично я 2-3 года назад строила свой дом. И я нанимала и трактора, и всевозможные отбойные молотки, и какое-то прочее специализирование оборудования. Я его не покупала. Я могла его взять на прокат, 1-2-3 дня заплатить небольшую сумму и делать все нужные мне работы. Очень удобно. Вот компания United Rentals именно и занимается сдачей такого оборудования на прокат. Здесь вы можете найти компанию, которая занимается логистикой, United Parcel Service, доставкой товаров, Vast Management, тоже достаточно известная компания, обработка мусора и тому подобное. Аналогичным образом я провела анализ в каждой из этих групп компаний. Вообще, мой совет, когда вы занимаетесь анализом той или иной отрасли, вам важно сравнивать показатели, например, стоимости в рамках компании одной группы. Сравнивать значения P на E, например, для строительных фирм и железных дорог было бы не совсем корректно. Поэтому я проводила этот анализ по каждой группе отдельно. То есть я ранжировала их по каждой группе индивидуально. В итоге что у меня получилось? Я не буду уже повторять одно и то же. Аналогичным образом я проанализировала стоимость акций, темпы роста выручки, показатели маржинальности. Вот по каждой абсолютно группе компаний мы можем видеть. Например, здесь очень хорошо видно по железным дорогам, насколько они разные. Вот вы можете видеть, насколько отличается маржинальность компании Union Pacific и Trinity Industries. То есть две железные дороги, однако одна очень маржинальная, хорошая приносит прибыль, имеет хорошее значение, а вторая вся насквозь убыточная. Аналогичным образом сравнивались показатели финансовой устойчивости и был рассчитан итоговый рейтинг. В этой табличке они уже были проранжированы по данному рейтингу. Вы можете видеть, что, например, в группе строительных и инженерных компаний лидирует компания TopBuild с рейтингом 80%, на втором месте Quanta Services и так далее. На последнем месте оказалась какая-то компания KBR, а я не знаю, чем она занимается. В секторе железнодорожных перевозок компания Union Pacific оказалась не такой уж сильной. Итоговый рейтинг у нее получился 56%, а лидирует с одинаковым рейтингом 88%. Две другие железные дороги, вот вы можете видеть их название и тикеры на экране. Ну и среди всех прочих оставшихся компаний максимальный рейтинг в 60% получили компания FedEx, United Rentals и также Acom на третьем месте у нас находится. Из этих оставшихся компаний я выбрала самые топовые и перенесла их на следующую стадию анализа. Вот они у нас помечены цветом. Они у нас были цветом помечены вот здесь. Голубые – это инжиниринговые компании. Вот две лучших – TopBuild и Quanta Services попадут у меня в комбинированный лист. Железные дороги у меня были выделены фиолетовым, сиреневым цветом. Вот лучшая железная дорога CSX Corporation попадет в следующую стадию анализа. И среди оставшихся розовых компаний я выбрала FedEx и United Rentals. В итоге у меня получился такой вот совокупный комбинированный список из лучших компаний из всех секторов. Сектора материалов, которые мы разбирали в прошлый раз, машиностроения и всех остальных компаний. Вот они маркированы цветом. Материалы показаны серым цветом из прошлого вида. Жизнь дороги у нас фиолетовая. Инженерные и строительные фирмы голубые и так далее. Вот вы можете посмотреть весь этот список. До этого списка у нас добралось 20 компаний в совокупности. И здесь уже для вот этих топовых компаний я добавила значительно больше данных. Все 100 компаний проанализировать по абсолютно всем индикаторам – это просто невозможно. Это слишком огромный объем работ. Поэтому я тщательно, подробно анализировала только лучшие компании, которые потенциально рассматривают свой портфель. Например, к показателям стоимости я добавила также оценки аналитиков. Как они оценивают текущие акции? Переоценены они, недооценены? Здесь мы можем видеть, что практически все эти компании находятся на хаях. И их стоимость достаточно серьезно завышена по сравнению с их справедливой стоимостью. Честно оценена только одна компания – MDU Resources. Остальные либо сильно, либо немного переоценены. Кроме этого, я значительно расширила группу показателей ожидаемого роста. Помимо ожидаемого роста выручки в будущее 12 месяцев, роста прибыли на акцию в следующем году и ожидаемому росту прибыли на акции в следующие 5 лет, я также добавила прогнозы цен аналитиков из разных источников, то есть какую цену они ожидают по этим акциям через год, и рассчитала upside, то есть потенциал роста от текущих котировок. Кроме этого, я также добавила рекомендации аналитиков, тоже из нескольких источников, что они советуют покупать. Вот Strong Buy – очень сильная рекомендация к покупке, Moderate Buy – умеренная покупка, либо Hold – одна компания, Lindsay Corporation, получила рейтинг Hold, то есть держать, не продавать. Я собрала эти данные из двух источников, T-Pranx и Yahoo Finance, и свела их воедино, перевела их в численное значение, рассчитала некое значение рекомендации аналитиков. Чем меньше это число, тем лучше. Точно так же проранжировала его цветом. В итоге у меня получился новый ранг ожидаемого роста уже по данной группе компаний с учетом новых данных, дополнительных данных. К показателям маржинальности я также добавила одну из моих любимых метрик – значение отдачи на капитал, рассчитанную по методике Джоэля Гринбланта. Вот мы здесь можем видеть, что самая классная компания, оказывается, компания TopBuild – строительная компания. Некоторые же акции от Пакар, например, Дир, также знаменитые, как-то особо не блещут, честно говоря, по этому параметру. Имеет значение отдачи на капитал всего в 10%. К показателям финансовой устойчивости, помимо ликвидности и долговой нагрузки, которые я рассматривала на предыдущей стадии, я также добавила дополнительные метрики, например, соотношение наличности к долгу, соотношение долга к EBITDA компании, процентное покрытие, то есть сколько раз текущая прибыль компании покрывает процентные платежи по ее долгам, составные финансовые коэффициенты Петровский и Альтман, которые характеризуют риск банкротства компании в коротком и в долгом периоде, а также разницу между стоимостью капитала, вот этот вот показатель VAC, то есть под какой процент компания занимает деньги, и отдача на инвестированный капитал. Чем больше эта разница, тем лучше. Вот, например, компания Терния, вы можете видеть по формуле, она занимает деньги под 6,6%, инвестирует их и получает примерно 15% отдачу. Эта разница будет равна 8%. Это как бы та прибыль, которую компания потом может направлять для дальнейшего развития, в виде дивидендов выплачивать обратно акционерам и тому подобное. А вот, например, компания Freeport McMoran, компания, добывающая медь, один из лидеров нашего предыдущего рейтинга, имеет отрицательное значение, почти в минус 6%, потому что средневзвешенная стоимость ее капитала 12,8 почти процентов, а отдача на капитал 6,8, то есть компания как бы проедает деньги. Она слишком дорого платит за привлекаемые средства относительно той отдачи, которую она на них зарабатывает. И аналогичным образом был рассчитан ранг по каждому из этих показателей и суммарный ранг компании. И в итоге у нас получился вот такой вот рейтинг. Я точно так же перевела все рейтинги в проценты и свела их вместе в такую удобную наглядную табличку. Вот эти компании у нас вышли в абсолютные лидеры, абсолютные топы. Напоминаю, что данный список – это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация. Я ни в коем случае не призываю вас покупать какую бы то ни было из этих компаний. Я всего-навсего делюсь с вами результатами моих собственных изысканий, моего анализа, который я делала для самой себя. А обращать ли на это внимание – это уж дело ваше. Я бы предложила вам относиться к этому списку просто как к неким инвестиционным идеям, которые вы можете исследовать дальше в случае, если у вас есть такое желание, интерес к этим секторам. Обратите внимание, что данные ранги были назначены уже для вот этой оставшейся группы компаний. Они все топовые. Например, здесь есть единичка. Это не значит, что компания имеет проблемы с финансовой стабильностью. Эти компании уже были выбраны как лидеры в группе, например, фермерского и строительного оборудования. Она уже отличная. Если бы она имела слабое значение финансовой стабильности, она бы сюда не попала. Просто в рамках уже этого оставшегося списка какие-то компании более сильные, а какие-то чуть-чуть послабее. Например, если у вас в портфеле есть место для всего-навсего одной инфраструктурной компании, получается, что с точки зрения фундаментального анализа, самой сильной является компания Vale. Это абсолютный лидер нашего списка с рейтингом 95%. Она работает в сегментах черные металлы, основные металлы и уголь. Производит железную руду, марганец, ферросплавы, никель, некоторые драгметаллы. Также занимается добычей угля и предоставляет сопутствующие логистические услуги. Если вы хотите добавить чуть-чуть больше компаний, можно обратить внимание, например, на следующие три компании. Top Bill, Acco и Reatint. Если хотите еще больше, обратите внимание на Cummins и United Rentals. Кроме этого, я бы предложила обратить внимание на вот эту вот маркировку цветом, потому что вы можете выбирать лучшие компании из определенного подсектора. Например, если вам нужна компания металлургическая, которая занимается добычей руды, то у вас на выбор есть два варианта. Либо бразильская Vale, либо британская Reatint. Если вы хотите какую-то инженерную, строительную фирму, у меня здесь оказалось две таких лучших компании, Top Build и Quantum Services, вы можете обратить внимание на них. Top Build оказывается чуть-чуть посильнее, чем вот эта вот вторая компания. Если вам нужны компании, производящие строительные материалы, то здесь у меня в топах оказалась только одна, Summit Materials. Из производителей стали лучшим оказался Terium, если вам нужны такие компании. Из сектора машиностроения, вот они здесь помечены коралловым цветом, это либо ACA получается, либо H-Cosh, либо Pocar. А вот, например, Deer или Caterpillar сюда не попали. У них фундаментал послабее. Данный список не означает, что именно данные компании будут расти максимальным темпом и обгонят прочие компании или рынок. Нет, этот список всего-навсего говорит о том, что данные компании являются самыми сильными с точки зрения фундаментального анализа. То есть это как бы более безопасные инвестиции, если вас интересует данная отрасль. А вот сама эта отрасль, на мой взгляд, имеет отличные перспективы для роста в текущем году с учетом стадии бизнес-цикла и инфраструктурных инициатив в Америке. Именно поэтому, мне кажется, что акции данных компаний могут указать неплохую доходность в этом году. Вот такое у нас сегодня получилось видео. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик и приходите еще. Давайте зарабатывать наши миллионы!